Добрый вечер. Нет, я сижу дома с детками. Ну да, это нормально с детками, нормально. Я когда вот у меня там первые дети были, я общалась с другими мамами, мне было это интересно. А сейчас, чем больше времени проходит, тем меньше я нуждаюсь в каком-то дополнительном общении с другими людьми даже. Ну не просто там с девушками, с подругами. Как-то я чувствую, что у меня нет этой необходимости. Но вот слушая лекции, я понимаю, что так не должно быть, что мне нужно что-то менять. И я не знаю, в каком направлении мне двигаться, как мне заводить знакомство, когда... Сегодня ко мне пришла одна моя пациентка на консультацию, и она мне сказала, я боюсь воду. Я не хочу плавать, купаться в воде, не боюсь. А ей не хватает энергии воды. Понимаете, иногда, когда человек чего-то боится, это правильно. И надо это избегать. А иногда человек чего-то боится, надо наоборот себя заставлять. Потому что иногда человек боится неправильно. Иногда человек боится правильно. Например, он боится прыгать с девятого этажа. Это правильно. вот потому что ты разобьешься но иногда человек боится хороших вещей допустим я девушке сказал надо питаться без мяса на боится она верит что мясо дает энергию жить что это ну незаменимая пища она в это верит искренне это полный бред ну полный бред просто и этот бред причем внушают люди которые просто сами привязаны к этому мясу и думают что прям без него и жить невозможно это полный бред потому что даже с точки зрения просто чисто классической медицины но точно такие же животные белки содержатся в молоке в сметане в сыре там но все то же самое хотя даже эта теория незаменимости животных белков там аминокислоты тоже полный бред потому что все эти аминокислоты потом после этой теории сначала теорию сделали вот ее в 65-м что ли году придумали а в 76-м ввоз уже всемирная организация здравоохранения уже заявила что они все заменимые уже нашли все эти аминокислоты других продуктах растительного происхождения но идея вот эта идея как бы она осталась понимать как есть такой еврейский анекдот когда как бы цара звонит подружке говорит ты у меня была в году дома гостила на празднике была говорит ну была у нас колечко пропало в этот день колечко пропало вот так говорит так я не в точно не брала колечко она говорит так я знаю что ты не брала но осадочек остался мы колечко нашли но осадочек остался так и здесь как уже через десять лет уже уже сказали что ну все как бы все это это ну эти все аминокислоты заменимые но так как люди к мясу привязаны осадочек остался понимаете в результате как бы уже 40 лет после этого постоянно говорят о том что мясо это незаменимая пища хотя мои дорогие друзья уже все врачи признали уже на уровне государственной программы сейчас на вот если допустим человек специализацию проходит допустим по терапии ему говорят пожалуйста больше зелени больше овощей всем говорите это очень полезно это продлевает жизнь кучу диссертации уже на эту тему написали в китае сделали глобальное исследование много миллионов людей проходило это исследование доказали что мясо это главный канцероген и все равно так как люди привязаны вы сейчас к врачу придете в больницу он скажет не без мяса невозможно невозможно жить без мяса я был в киеве была по витальянству передача детская один ребенок ну парень такой юноша такой максималист говорит без мяса жить нельзя мне говорит у нас прямой эфир вот он мне говорит без мяса жить нельзя я говорю впервые на киевском телевидении выступает мертвый доктор видите я мертвый как бы ну я выступаю при этом потому что я без мяса уже 30 лет раз жить нельзя значит я уже умер ну бредовики затейники и причина это привязанность желание просто желание понимаете вот и все она создает эти все теории мифы желание точно так же здесь тоже желание не хочу воды боюсь воды почему боюсь потому что так действует желание а вода тебя как раз и вылечит ее надо не бояться любить то есть так же вам вас сейчас вы обесточены вас не хватает энергии женской энергии в организме вы не психуете рядом с детьми нервничать у вас не хватает сил на них потому что вам нужна подпитка женская энергия нужна женщина должна много общаться женщинами для того чтобы женщина тратит силы на детей и на мужа а питается она от женщин и от природы если женщина не контактирует женщинами не любит женщин и природу она истощается в семье и начинает истерить на мужа на детей и мне не хватает силы она не может в ней она скрывается от мужа запирается в отдельную комнату от детей скрывается не может их видеть потому что они ее достали уже мне нет сил почему потому что она обесточена она отдает энергию мужу и детям а берет силы у женщин подружек а если она как бы попала в такую ситуацию что ей почему-то тяжело с ними общаться это значит что надо понять что всегда чтобы психике человек так устроена психика чтобы что-то взять человеку надо что-то отдать вот например на природе надо отдать свою аскезу если ты хочешь от природы взять силы надо бегать на природе они просто ходить или стоять если ты не будешь двигаться активно на природе силы ты от нее не получишь и бегать не хочется никому вот надо себя заставить понимаете точно так же для того чтобы от женщин силы получить надо сначала им послужить заботиться о ней как у тебя дела хорошо моя хорошая все будет у тебя хорошо вот по-женски чисто такое с любовью как бы вот так общаться женщинами и они тоже мягкая как бы сердце открывают начинает вам дарить женскую энергию вы наполняетесь все потом детям начинает дарить мужу идет обмен начало в депрессию войдет спасибо большое спасибо подождите подождите не хочет ко мне подходить убежала и все добрый вечер добрый вечер первых огромная благодарность что вы доступным языком доносите до нас и посвятили этому жизнь я двух словах хотел пояснить потом задать вопрос у меня на протяжении там нет 25 лет там свои предпринимательская деятельность я это три раза очень серьезно разорялся причем сначала это тысячи сотни потом миллионы больших учеников последние там года три очень серьезные события пережил это все состояние плюс там близкие это супруга сына ну очень большие такие потери так же понимаю что с каждым с каждым разом я я становился возможно сильнее я начинал размышлять не вширь а вглубь себя но вот это последнее событие мне очень сложно дались и слава богу что вот друзья направили скажем они как-то курировали да вот направили к вам вот наука жизни вот хорошо я вам скажу науку жизни вы понимаете производственные процессы вы понимаете как продавать покупать там все это вы понимаете но вы не понимаете как куда направлять бизнес и сколько денег брать эти вещи вы понять не сможете никогда в своей жизни потому что бог вам этого не дал вот бог мне не допустим не дал возможно сделки заключать людей брать на работу ну допустим у меня есть менеджер да вот ну как бы в команде в которой медицинский центр меня есть менеджер сейчас объясню как все строятся дела правильно я знаю что я люблю людей вот человек подходит ко мне говорит я хочу у вас работать я смотрю хороший человек я говорю ну подойдите к моему менеджеру он потом со мной разговаривает говорит у него вот такие качества он не сможет это делать то есть он не способен это делать я говорю но он хороший человек он хороший но и мы можем взять его просто на содержание ему платить деньги просто пусть живет у нас но работать он не сможет потому что он у него нет качества как бы так он хороший конечно все я говорю нет но содержание мы не возьмем нам надо чтобы люди работали мы тогда мы его не сможем взять у меня нет таких качеств я вот вижу человека мне он нравится все а он способен распознать людей вы можете распознать людей но вы не можете распознать будущее я могу распознать будущее я могу увидеть где будет поражение а где победа я могу почувствовать перспективу человека в будущем куда ему ехать куда не ехать там все прочее понимаете поэтому каждый и есть такие И люди, которые чувствуют бизнес, сколько денег брать, чтобы можно было отдать. Вы не знаете, но есть люди, которые знают. И в чем мудрость, в чем заключается страдание, которое вы испытали? Страдание только в одном. Страдание заключается в том, чтобы вы научились вкладывать в отношения. Вам нужны соратники, вам нужны люди, которые бы создали команду одну вместе с вами, которая бы могла многофункционально решать вопросы. Сколько взять денег, куда направлять силы. У вас есть свои, вы хороший специалист в своих делах, но не во всех. И никогда человеку все не раскроется в этой жизни, потому что мы ограничены все. И в этом заключается наука, которую вам Господь преподнес через такие жуткие страдания. Спасибо. Это означает, что мне нужно пересматривать. Хотя я понимаю, что каждое событие действительно меня, не знаю, там, подводило к пути к Богу, наверное. И я также понимаю, что у меня были колоссальные масштабы, но я к коллективу, к людям, возможно, относился как к инструменту. И сейчас я осознаю, что такой экологичный результат. Я все сейчас осознаю, и я благодарен Богу за это. Но мне поменять взгляды, вот у меня поменялся образ жизни, у меня поменялся, у меня очень многое поменялось. Хорошо, давайте не будем долго говорить, я вам сейчас расскажу, что вам надо делать. Вот смотрите, как бы есть разные ступени развития личности в деятельности. Допустим, есть такие бизнесмены, которые природно видят, что они могут, что не могут. И они поэтому берут на работу себе людей, которые за них что-то делают. Это хороший вариант, потому что если этот человек не хочет работать, он берет другого. Если он разбирается в людях, чувствует, как люди работают, хорошо или плохо в этом направлении, то он таким образом решает вопросы, затыкает свои собственные дырки другими людьми. Это хороший вариант, но всегда подчиненные – это люди менее интеллектуальные, менее энергетичные, чем ты сам. Они никогда не будут такие же, как ты. Никогда никто не подчинится, ну такой же, как ты, тебе никогда не подчинится. Но для того, чтобы объединить вокруг себя таких же, как ты, для этого нужно иметь две вещи. Первое – надо развиться как личность, чтобы распознавать людей лживых. Надо чувствовать людей. И второе – надо иметь миссию, ради чего работаешь. То есть миссия – это не деньги, не могут быть миссией, только Бог может быть миссией. Если, допустим, вы говорите, давайте работать, часть прибыли на храм. Там кто-то говорит, я всю жизнь мечтал, давайте, я хочу вашу команду. Или я хочу, чтобы люди, которые у нас работают, наши подчиненные, жили счастливы. Я хочу в них вкладывать. Ну и прибыль, как бы моя, вот часть прибыли моей на то, что будет идти, чтобы людей любить, заботиться о своих подчиненных. Помимо зарплат. Кто-то говорит, я люблю такую тему, спасибо, я тоже так хочу. Это люди светлые. Или как можно проверить человека, можете дать ему лекции послушать. Если он не захочет слушать, значит он не хочет развиваться, значит он не ваш человек. Можно по-всякому проверять, создавать команду. Но идея в чем заключается? В том, что есть только два способа вам выжить сейчас. Первый способ это брать себе подчиненных, которые бы затыкали дырки и при этом все равно оставаться одиноким. Потому что, ну или просто дружить с теми, кто так же, как вы себя ведет, создавать какой-то клуб, бизнес там и так далее. И ходить на лекции, развиваться духовно. Второй способ это вырасти, но сразу вы не вырастите, лучше идти первым путем сначала. А потом постепенно переходить на второй. Это делать какую-то большую команду. Может быть даже вы вместе не работаете, но вы как соратники, друзья, советуете, помогаете друг другу. Бизнесмен всегда должен находиться в очень широкой среде, в которой он имеет очень близкие такие искренние отношения, где ему расскажут, помогут, объяснят. То есть человек не должен вариться в своей каше. Все равно, когда человек попадает в ситуацию какую-то сложную, его разум теряется от этого. Вам надо отойти, потому что вы закрываете людей. Вы закрываете людей, они меня не видят. Вот, то есть, как бы, поймите такую вещь, что есть три зоны жизни, три слоя жизни. Есть невежественный слой, там люди очень эгоистично настроены. Этот бизнес в невежественном строе всегда строится с помощью насилия. Кто сильнее насилия, взятки там, кто подгреб под себя, кто сильнее, кто... Ну, как бы и просто там, конечно, там есть бизнес, все, там все развивается, все хорошо, но там нет счастья. Там просто есть насилие, злоба, и кто сильнее, тот победил, кто слабее, тот проиграл. Вот, страстный слой основывается, бизнес, деятельность на... Взаимно... Основывается на стимуляции денежного интереса человека и на деловых отношениях. То есть, деньги есть, работаю, нет денег, до свидания. Ну, то есть, деловые отношения формальные, нет глубины, нет ничего, то есть, нет сердца. Страсть в деятельности все равно будет, все равно будет этот денежный интерес, люди для денег работают, нет другой цели. Но есть более интеллектуальные люди, которые хотят большего в жизни. Они хотят дружбы, хотят идеи какие-то глубокие воплощать в жизнь, заботятся об этом городе. Они хотят чего-то светлого, чистого в жизни. Таких людей очень мало. Но такие люди приносят счастье друг другу, и когда они объединяются, они создают очень сильные команды, которые как бы могут взаимовыручать друг друга советами, помощью. Кстати, деньги менее эффективны, чем советы и люди, чтобы вы знали. Деньги не могут так помочь, чем как советы и люди в бизнесе, в деятельности. Если человек понял, как правильно, он побежит победителем, становится. И вам надо из страстного слоя перейти в благостный, вы сейчас это делаете. Когда вы перейдете, у вас создастся команда, которая, ну, само по себе отношение, общение, которое вам даст победу, 100%. И такие, как бы, есть определенные способы, как это делать, кстати. У нас есть фестиваль «Благость», который с 15 по 28 мая пройдет. Туда приедет, ну, по моим подсчетам, не меньше 700 человек. Из них 100% есть и бизнесмены там, и все прочее. И эти люди, они все хотят работать над собой. Они выбрали свой отпуск, как бы, выбрали время, чтобы туда приехать. И там создается вот эта вот среда, в которой человек живет две недели. Работа над собой, лекции, концерты, физкультура, свежий воздух, зарядки, молитва, там все-все-все, чего хочешь есть. И там же можно начать вот эти знакомства. Вы поймете, как строятся отношения с теми людьми, которые хотят работать над собой, развиваться. И, может быть, даже бизнесменов каких-то встретите. Ну, то есть те, кто хотят вот развития сильного, они должны учиться такие погружения делать в своей жизни. И таких площадок погружения достаточно много. И фестиваль «Благость», вот в Анапе, который будет проехать, это одна из таких площадок. Приехал, погрузился, познакомился, научился жить правильно, понял, как питаться без мяса. То есть там реально за один фестиваль человек отшибает от сигарет, от спиртного, от мятца на всю жизнь. У нас сейчас идет научное исследование. И серьезные ученые в области общественного здоровья, они сейчас изучают наш фестиваль. Результаты потрясающие. Два-две недели у человека полностью меняется картинка в жизни, как жить. Очень серьезный результат. Погружения нужны в жизни, понимаете? Святые места или фестивали, тренинги, ретриты нужны для того, чтобы поменять жизнь. Человек может отпуск свой потратить, поехать, и вся жизнь потом меняется. Кто из вас был на фестивале, поднимите? Согласны с этим? Согласны? Вы тоже были, да? Ну вот, как бы рекламную пазу, паузу. Прорекламировал фестиваль «Благость». У вас есть еще какие-то вопросы ко мне? Да, еще, если можно, по поводу молитвы, я по вашим рекомендациям, скажем, каждое утро постараюсь, там, ну, 30-40, в жилочасти, вот, со звуком, с голосом. С святым человеком. Какой вопрос? Для всех благо. Богородицы, да, только это бывает, вот, технически это невозможно, или это как вообще делать, чтобы это было все время? Ну, образно говоря, где-то в самолете находишься, или что там как-то? В самолете? В наушник вставляйте. Повторяйте шепотом. Но это все время голосом святого, я правильно понимаю? Ну, а если вы без него будете делать, эффективность будет в 10 раз ниже. Ну, попробуйте сами, у вас ничего не получится. Ну, если вы понимаете, о чем речь, если вы были на последнем фестивале благости, у нас, на последнем, у нас на последнем, мы начали уникальный проект такой, два раза за фестиваль, я собираю людей по утрам. Каждый молится в своей вере, мы соберемся, посадимся все, я им как даю настрой, включаю вот эту вот молитву православную, и мы все вместе в каждой своей вере начинаем вот эту молитву и слушаем, как бы каждый свое что-то слушает. Я сначала даю серьезный настрой, потом люди молятся, потом обсуждение идет. Это сильно пробивает мозги, когда 700 человек вместе молятся, это просто бомба, огромная сила. И еще один вопрос по поводу, когда я сам нахожусь в поиске пути, призвания, могу ли я советовать или советоваться с сыном, или ему там за 20, мне за 40, может он хочет видеть как наставника, но могу ли я ему советовать, сам находясь в поиске? Вы можете советовать всем, кто вас уважает и просит у вас совета. Вы должны понять, что когда человек у вас просит совета, в этот момент, если вы искренне хотите ему помочь, Господь включается в вашем сердце и советует ему сам. Знаете, что когда человек с любовью хочет помочь кому-то, и кто-то искренне хочет помощи, то в эти отношения сам Господь входит и он начинает действовать через того, кто говорит. Поэтому мне даже не надо всех спрашивать в этом зале, просто мне достаточно хотеть помочь людям, и мое сердце будет само говорить тем, кто... Вот кто вчера, допустим, хотел узнать ответ на вопрос, не спрашивал, и я ответил. Поднимите руку. Вот видите, ползал. То есть это Господь так действует, не бойтесь. Всегда, если вы искренне хотите помочь, Господь научит вас ответить из сердца, даст вам знание. Спасибо, спасибо огромное. Давайте у нас уже пора лекцию начинать, у нас сейчас время лекции. Сегодня очень такая глубокая тема, я специально ее вставил, ну кажется, вроде бы это тема по семейным отношениям, но на самом деле это продолжение нашей беседы по развитию личности, потому что, ну как бы, есть вещи, которые соединяются, то есть это развитие и в деятельности, и развитие в личной жизни, это соединяется одно, как бы все вместе. Эта тема отношения к себе называется. Отношение к себе – самая сложная тема, самая сложная тема. Потому что в отношении с собой мы или разрушаем свою судьбу, или укрепляем, одно из двух. Итак, давайте начнем сначала. Я хочу сначала развеять некоторые мифы, которые сейчас наполняют пространство работы над собой. Самое первое, что бы я сразу хотел сказать, это самое важное. Знаете, что когда человек предлагает вам методы работы над собой, но при этом духовной практикой не занимается сам, это все просто детский сад. Почему? Потому что у него, у такого человека нет глубоких представлений о том, как устроена человеческая природа. Эти глубокие представления человек может получить только в контакте с Богом, понимаете, только в молитве. Поэтому я не критикую современную психологическую школу, потому что она делится на две большие части. Одна из них все-таки идет от Бога, и эти психологи в основном все больше священники, чем психологи. То есть люди, которые сами занимаются духовной практикой, но при этом также психологическую мысль изучают. То есть они соединяют эти два направления. Вторая же сторона психологии, это те люди, которые просто изучают реагирование человека на этот мир. И у них тоже есть рациональные зерна, но это все лежит на серьезной поверхности, не в глубине. Я сейчас просто на одном примере вам покажу, как можно серьезно ошибиться, если ты не знаешь глубины человеческой природы. И пример этот называется «Чувство собственного достоинства». Понимаете, дело в том, что все должно отталкиваться от знания. Например, если я не знаю, что рядом с душой в сердце находится сверхдуша, или термины не имеют значения. Допустим, в христианстве это называется совестью. Вот, допустим, везде все знают, что из сердца исходит счастье, память из сердца тоже исходит, из сердца исходит знания, вот, совесть исходит из сердца. И одни люди говорят у всех своя правда, другие говорят, правда у всех одна. Так знайте, что правда у всех одна, потому что правда исходит не от меня, а от Бога, который находится в моем сердце. И это же называется совестью, и это же называется счастьем, и это же называется памятью, интуицией, способностью побеждать судьбу. Все это исходит от Бога, который находится в сердце, то есть точно так же, как солнце все видят вокруг на земле, одно и то же солнце каждый видит. Точно так же Господь свои лучи распространяет в наше сердце, и таким образом Он наполняет нас изнутри собой. Объяснить это невозможно, но так или иначе, даже когда душа выходит из тела, она выходит все равно, видя перед собой свет. Этот свет Господь ей показывает, куда идти, зачем и как. Душа не может жить без Бога никогда, хоть мы и здесь его и не помним, но все равно находимся в отношениях с Ним очень глубоких. Даже если взять и как бы взять ведическое понимание, как работает тело, то следует знать, что мы не контролируем это тело. Полностью все клетки этого организма находятся под контролем сверхдуши или той силы, которая находится в сердце. Ну и это же и понятно, ну допустим я взял пищу, поел, проглотил ее, и потом через некоторое время я понял, что если я сейчас не побегу, то будет плохо. Все, что там происходит, миллиарды клеток очень точно получают то, что им надо для жизни. Очень точные процессы в трехмерном пространстве, ни один завод так не работает, как работает простая клетка. Понимаете, процессы огромной точности, глубины и осознанности. Просто чисто методом естественного отбора такого появиться не может, как говорят ученые. Это полностью безумная теория. Один ученый, который изучал клетку всю жизнь, академик, он сказал, что легче Боинг с методом случайного отбора появится из груды металлолома, чем клетка появится из белковых тел. Понимаете, легче Боингу из груды металлолома, потому что клетка сложнее миллиарды раз, чем этот Боинг. Ну то есть клетка не может возникнуть просто методом естественного отбора. Она возникает сразу вся. Другой пример. Можно ли завод построить методом естественного отбора? Или даже можно ли его построить с одной стены начиная и потом постепенно идя к другим стенам? Нет. Его надо план рисовать и строить весь сразу, иначе завода не будет. А будет непонятно что. Те, кто строители, они знают, что надо все строить сразу, иначе ничего не будет. Так или нет? Точно так же организм, понимаете? Его невозможно создать методом естественного отбора. Какой-то отбор есть в рамках вида. Там человек, допустим, на север приехал, пожил там 500 лет и стал немножко другим. Он приспособился к условиям севера. Но он же не стал обезьяной, в результате. Или не стал бронтозавром каким-нибудь. Остался человеком, просто немножко поменял конфигурацию и все. Ну ладно, это другая тема. Итак, тема номер один для нас. Что такое чувство собственного достоинства? Современная психологическая мысль считает, что чувство собственного достоинства исходит от меня самого. И поэтому вывод такой. Я должен себе постоянно говорить, я хороший, я любимый, я солнце, я большое светлое солнце, я все смогу. Я победитель. Визуализация. То есть представил предмет, цель жизни представил, и все, к нему стремись. Раз представил, значит победишь. Это все полный бред, мои хорошие. Полный бред. Потому что я хороший, это исходит не от меня. Чувство собственного достоинства приходит к человеку от сверхдуши или от совести. Например, если я сделал гнилой поступок и говорю, я хороший, я хороший. Конечно, внешне ты будешь чувствовать себя хорошим, но внутри тебя будет... И ты с этим ничего не сделаешь, потому что так к тебе относится то, что сформирует настоящее твое чувство собственного достоинства. Поэтому существует такое понятие, как лицемерие, или самообман, или игра себя в кого-то. Почему человек играет себя в кого-то? Потому что он не от Бога пляшет, а от себя. То есть он себя и пытается что-то сделать. Да не надо из себя ничего делать. Если ты хочешь быть красивой девушкой, просто люби людей. Красота из тебя будет фонтаном биться. Не надо делать из себя то, что ты выдумала. Просто люби людей, и ты станешь красивой. Все, не надо ничего делать больше. Потому что красота — это энергия Бога. Девушка может красоту контролировать? Нет? Нет. Бог дал красоту, Бог забрал. Все. Иногда девушка красивая, иногда некрасивая, даже молодая. Иногда чувствует, что она сильно влияет на людей, иногда слабее. Она не может это контролировать. В каких-то рамках может сильно напрячься, там улыбнуться сильно. Может. Но вот так, чтобы совсем уж кардинально поменять ситуацию. Нет. Но если она начинает всех любить, обо всех заботиться, она становится очень красивой. Потому что Богу нравится такое ее поведение. И он наполняет ее для того, что она больше всех любила. Раз она этим занимается, пускай занимается. Ему нравится, он наполняет ее красотой. И ее достоинство женское крепнет от этой деятельности. Поэтому есть предписанные обязанности для каждого человека. Предписанные кем? Богом. Через священные писания. Обязанность женщины делать то, что станешь счастливой. Делать то, что станешь счастливой. Это называется предписанная обязанность. Везде есть домострой в христианстве, есть там в ведических писаниях тоже нити шастры, нравственные писания, которые рассказывают, как это все устроено. Понимаете? Но чувство собственного достоинства не рождается из самовнушения. Понимаете? Ты хоть умри там от этого самовнушения. Я помню, в детстве начитался о тагенной тренировке, сидел, я солнце, я большое светлое солнце. Мама подходит, говорит, солнышко, пойди помой посуду. Мне так стало вообще, как бы не по себе. Думаю, я солнце, я большое светлое солнце. Я изучаю, излучаю свет для всех живых существ, а тут какая-то ерунда. Зачем я должен заниматься какой-то ерундой, если я такой великий человек? Я так раньше не думал до этого. А тут вдруг начал этим сон, я солнце, я солнце, и раздул себя, как мыльный пузырь. Потом пришлось лопнуть, понимаете? Потому что солнцем оказалась мама, она сама пошла мыть посуду. А я оказался просто пустышкой. Понимаете? Вот и все. Вот вся тема. Когда человек думает, хочу 100 долларов, хочу 100 долларов. Визуализация. Работает система или нет? Работает. Как? Вы узнавали? Узнавали, как работает? Она работает таким образом. Допустим, вы приходите в банк. В банк приходите, да? Подходите к своему, как бы, ящику персональному. Хочу 100 долларов, хочу 100 долларов, хочу 100 долларов. Открываете там дверку, 100 долларов. Работает. А когда там деньги кончились, вы открываете, хочу 100 долларов, открываете дверцу. Не работает. Понимаете, у нас внутри есть запас благочестия, резервный запас благочестия. Вы думаете, это мы просто придумали резервный день, деньги держать на черный день, сухари там. Это уже здесь придумано давно. Понимаете, у человека есть резервный запас благочестия. Для чего? На машине едешь, допустим, должен врезаться сегодня по судьбе. И если у тебя есть этот запас благочестия, он тебе делает воздушную подушку. Понимаете, он раз, и ты не врезался, успел увернуться там и так далее. Или заболел тяжело. Раз тебе опять энергия, вот это благочестие вышло, она, ну, как бы, дала тебе возможность врача найти, быстро вылиться, распознать болезнь. У меня один друг рассказывал из Индии. У него маленький ребенок, там два месяца всего ребенку, и у него, он плачет и плачет. И где-то под пупочком внизу нашли маленькую, такую вот, с миллиметра, такую черненькую точечку. Думают, может быть, это причина. Повезли к знакомому врачу, оказалось, гангрена начинается. Там инфекция вот такая, гангренозная палочка. И они вырезали это все быстро, и все, и ребенок остался жив. Но они нашли эту точечку, это и есть благочестие. Почему они ее нашли? Потому что они молятся каждый день. Понимаете, им Бог подсказал из сердца, вот смотри туда, там причина, там смерть находится, твоего ребенка. Спасай его быстрее, веди к врачу. Потому что были сомнения, может там зеленочкой помазать, а старший, старший, как бы семьи, сказал к врачу, никаких зеленочек, надо, чтобы это было видно, мы не знаем, что это такое. Почему такая температура? Почему ребенок плачет уже три дня? Повезли к врачу, оказалось, гангрена. Понимаете, то есть, вот что такое благочесть. Теперь, если вы визуализируете, замечательно, визуализируете, но ваше благочестие, которое предназначено для реанимации вашей судьбы, будет истрачено. Резервный запас вашей чистоты будет уничтожен. А эти люди, которые вам говорят это делать, этого не знают. Поэтому, слушайте только тех, кто связан с Священными Писаниями. Не слушайте тех людей, которые поверхностно изучают психику человека, его характер. Эти люди не могут понять глубины. То же самое и чувство, собственно, достоинства. тоже они говорят постоянно «Люби себя, люби себя». Что значит «Люби себя»? Это эгоизм. Человек не должен себя любить. Он должен уважать себя. За что? За свои добрые дела. Сделай доброе дело, уважай себя. Никто тебе не запрещает. А еще лучше вообще о себе поменьше думай. Думай о том, чтобы еще одно доброе сделать. Сделать. Как песня, да, вот Марк Бернес. «Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот шок нас зашлись. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. Видите, он счастлив, потому что он... Я так счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Бог, ты знаешь, что это такое. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Поймите, что когда человек... Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. То есть он поет. Он говорит «Я люблю тебя, жизнь». Почему? Потому что я тружусь на благо других. Я от этого труда испытываю в сердце радость. Я вот ушок на... Я люблю людей. Я как бы люблю... Мне известна дружба мужская. У меня есть любовь. Понимаете, вот что такое чувство собственного достоинства. Когда человек живет не для себя, он трудится на благо других людей. И он чувствует в своем сердце радость от этой деятельности. Тогда его чувство собственного достоинства крепнет, становится сильным, могущественным и побеждает судьбу. Знаете, что такое чувство собственного достоинства? Это огромная сила. Оно дает человеку статус в обществе. Знаете об этом или нет? Что когда у человека огромные силы, чувство собственного достоинства, ему не надо доказывать, что он должен быть вверху общества, его видят и сразу туда берут. Старший видит достойного человека, сразу выдвигают. В школе видят, его выдвигают вперед. В институте видят, выдвигают вперед. На работе видят, выдвигают вперед. Всегда, когда видят человека, который имеет большую силу, внутри это все видят. Чувство собственного достоинства или ощущение себя ну как бы правильной личностью идет от Бога из-за добрых дел, которые человек совершает. Это и есть багаж добрых дел, чувство собственного достоинства. Например, если человек в прошлой жизни заботился о людях, он в этой жизни по природе становится управляющим. Поэтому я говорю, природу не изменишь, потому что она зависит от благочестия человека с прошлого, с прошлых жизней. Это благочестие копится жизнями. Один человек подошел ко мне, говорит, можно у вас научиться читать лекции? Я говорю, учись. Он начал читать, все делает, как я ему сказал, никто не слушает. Он говорит, а почему вас слушают и меня нет? Я говорю, мало читаешь лекции, наверное. Он говорит, а сколько вы читали лекции? Я говорю, я не знаю. В этой жизни 30 лет уже. А в той еще, может быть, еще больше. Кто его знает? Я начал читать лекции, меня сразу начали слушать. Я не знаю, почему. Я удивился. Я говорю, все слушают. Да, в этом причина. Ну, встаньте громко, почитайте, вас будут слушать. Почему? Слабый. У кого громкий голос? Давайте. это была хорошая шутка, потому что Бог вашими словами сказал. Он надо мной посмеялся. Я себя хвалить начал. Бог через вас сказал мне, что ты хвалишься? Я тебе дал возможность читать лекции, что ты сидишь выпендриваешься? у меня был по этому поводу интересный случай. О чувствии, собственно, достоинства. Один наставник, мой наставник, он как бы долгое время в монастыре читал лекции в ведическом, и все ему говорили, что тебе надо читать, ну, ты добрый человек, любишь людей. Рассказывай всем, как надо жить правильно. Давай людям, не только монахам, знания, всем остальным. Говорит, я не умею. Я не знаю, как общаться с ними. Говорит, ну, поучись. Вот у Тарсунова, вот, тем более, он был моим наставником, он говорит, ну, пришел ко мне смиренно, говорит, поучи меня, пожалуйста, читать лекции. Я ему начал рассказывать, там все нормально, вы мудрец, как бы вас будут слушать, все хорошо. Он говорит, я что-то стесняюсь, мне тяжело. Говорит, не стесняйтесь, пойдемте ко мне на лекцию, в Москве сядьте, вот, на первый ряд посмотрите, как я себя веду, и вы увидите, что все классно, нет проблем. Он говорит, ну, давай я посмотрю, послушаю, может, это мне поможет. Вот, он сел, начал слушать, я начал читать лекцию, и сразу четырех сторон люди начали мне оппонировать тут же. Ну, то есть, я ему показывал, ему показывал, как надо читать лекцию. Это было оскорбление людей, его, потому что он был старше, а я выпендрился перед ним. Господу страшно, не понравилось. Сразу четыре человека надо, начало оппонировать. я там шутками, с перебаутками, там опыт большой, доказывал им, что я прав. Вот, и потом одна женщина, вот, напротив меня, вот, как вы сидите, она такая интеллигентная, очень разумная, такая, видно, ну, из серьезных слоев общества, смотрела, слушала, говорит, знаете, Олег Геннадьевич, вы все правильно говорите, мне кажется, что вы нас всех за дураков держите. Такая тишина в зале, и у меня пропал дар речи. Я такой раз, я не могу ничего говорить. Я понял, что это Господь меня учит через людей. Я начал извиняться перед всеми, сказал, простите, вы правы, и что-то меня занесло. Извинился в сердце перед наставником. И сразу, как бы, все нормально, потом хорошая лекция, все хлопали, потом все классно, все хорошая лекция, потом, когда мы вышли, он все по-другому увидел. Он не увидел, что я загордился, что, ну, как бы, он говорит, и вот ты говоришь, вот это и есть то, что, как бы, очень спокойно и хорошо. Я говорю, у меня первая лекция в жизни такая, у меня такого не было никогда. Он все равно начал читать лекции потом, после этого. конечно же, он более смиренный, глубокий человек. человек. Вот так.